Я Татьяна, блогер из Неаполя. И как и обещала в предыдущем видео, я сегодня хочу рассказать, как пересекают границу из Украины в Италию и как зарабатывают наши соотечественники, ну, в своих же соотечественниках. Вот. Я расскажу на своем примере, потому что я пересекала всего лишь один раз границу, и все остальные случаи, которые мне рассказывали, они просто были по слухам и не со мной случались. Поэтому будем говорить по фактам то, что есть. Первое, с чем я столкнулась, с каким обманом я столкнулась, когда приехала я в город Львов и поселилась в гостинице со своей знакомой для того, чтобы дальше созвониться с женщиной, которая должна была дать координаты юга Италии, куда мы, в принципе, направлялись трудоустраиваться. Вот. Она очень долго не выходила на связь. До этого момента мы оформляли визы, в общем-то, оттягивали оплату ее услуг. И специально, в принципе, для того, чтобы убедиться в ее вообще компетентности, насколько она решает эти вопросы. И что произошло? В тот момент, когда она должна была дать координаты тех людей, к которым мы ехали, она потребовала оплату на карточку. Или в противном случае она просто не дает нам эти данные. Чтобы вы понимали, что это были за данные, это были всего лишь номера телефонов перевозчиков, которые нас должны были перевезти из Украины в Италию. То есть это даже не телефон и работа дает, или это вообще, знаете, что такое. Ну, в общем-то, смешное. Скажем так, сама эта женщина находилась в Италии. Где-то там, в общем-то, координаты она своих не выдавала. С семьей, говорила, там находится. И, в общем-то, все, знаете, так туманно, туманно, как в туманном Альбионе. Вот, когда мы поставили условие, что оплотим ей лишь в том случае, если она нам хоть что-то предоставит, в общем-то, посыпали с ее стороны угрозы, что сейчас она вызовет какой-то там, в общем-то, рейд, что нас никуда из границы не выпустят. В общем-то, нас практически, чтобы вы понимали, мы злостные преступники, которые сейчас поднимут все службы Украины и нас остановят прямо на границе. Интересная ситуация, первая, с какой мы столкнулись. В общем-то, мы, конечно же, не растерялись. Решили вопрос по-другому. Нашли координаты других людей, и человек незамедлительно, в принципе, через какой-то там час или два подъехал к нам для того, чтобы с нами переговорить, посмотреть пакет документов, которые у нас есть, наши визы в каком состоянии, в общем-то, вообще пообщаться с нами. Когда подъехал этот человек, в общем-то, у него глаза стали сразу загораться в тот момент, когда он с нами общался. И вот он уже просто, знаете, так-то-так-то включил, для того, чтобы, в общем-то, с нас заработать. Понял, что документы у нас какие-никакие есть, и тут вот, ну-ну, никак не удастся, значит, это все дело. Обляпать, обтяпать. То есть он сказал, ну да, мы вас перевезем, вот билетик там на, даже не билетик, просто перевозка стоит, допустим, 100 евро, все водителю, вот 100 евро, все водителю, вот билет, какой билет там вас встретят, приголубят, обогреют, в общем-то. Все это, знаете, на таком каком-то доверии, это вообще сплошная авантюра. Вот, и, значит, кроме этого он стал говорить, что еще его услуги стоят, вот, его услуги, что он сюда приехал, с нами пообщался, стоят не много ни мало, всего лишь каких-то там, знаете, 300 евриков. Вот, поэтому хотите, не хотите, а так как у нас других вариантов не было, вот, то есть спекулянт очень хорошо это смекнул. На той положительной ноте, что завтра состоится перевоз нас за границу, мы с этим мужчиной расстались, пожелав доброй ночи и хорошего настроения, и решили встретиться, договорились. На следующее утро, вот, в определенном месте, за нами подъедут и, в общем-то, все решат. Поэтому от нас всего лишь требовались приготовленные денежки. Вот, если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, а в следующем ролике я расскажу, как мы переезжали границу. Пока-пока!